Всем привет! Я сегодня буду такая вот яркая в очередной своей любимой рубашке. Я прям какая-то рубашка-маняка, очень-очень люблю рубашки, но в этом видео мы будем говорить не про рубашки, мы будем говорить про уход за кожей лица, и я вам хочу рассказать о своих новинках, о тех продуктах по уходу за кожей лица, которые у меня появились недавно, и которыми я с удовольствием пользуюсь и очень ими довольна. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Я очень-очень рада, что в последнее время у меня появилась возможность вернуться к одной из моих любимых марок по уходу за кожей лица. Это марка Medic 8. Марка Medic 8 английская марка, марка очень качественная, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже успевшая очень-очень достойно себя зарекомендовать. Так вот, я осознанно вернулась к двум продуктам из этой марки, которые мне понравились больше всего в период моего предыдущего использования, собственно, в период моего первичного знакомства с данной маркой, и о них я вам сейчас с удовольствием еще раз расскажу. Первый продукт – это вот такая вот сыворотка. Это сыворотка с ретинолом. Сыворотка с ретинолом называется Retinol 6TR. Она в объеме 15 мл. Вот такой вот малыш с пипеточкой-дозатором. Вот пипеточка-дозатор. Желтенькая такая жидкость, достаточно маслянистая. Расходуется она совсем-совсем понемногу. В принципе, ретинол действительно является совершенно потрясающим волшебным средством. Он очень классно работает на жирной, на комбинированной коже, на коже с расширенными порами. Но злоупотреблять ретинолом не стоит, поэтому применять его желательно небольшим курсом в месяц-полтора и не чаще одного раза в год. Собственно, я примерно так и стараюсь делать. У ретинола есть еще одно побочное действие. Он стимулирует выработку меланина и может вызвать преждевременную пигментацию. Поэтому, как только вы начинаете использовать продукты с концентрированным ретинолом, пожалуйста, обязательно начинайте также использовать с ним в паре хорошее качественное солнцезащитное средство. И SP-фактор в вашем средстве должен быть не ниже 30, причем в любое время года. Пожалуйста, обратите на это внимание, это действительно очень-очень важно. Вот в моем случае я пробовала сыворотки с ретинолом от различных марок. Вот конкретно это от марки Медик 8 и в концентрации ретинол 6 ТР, потому что в марке Медик 8 есть еще другая концентрация, ретинол 3 ТР. Вот конкретно 6 ТР на моей коже показал очень-очень крутой результат, результат, которым я правда довольна. И когда я понимаю, что состояние моей кожи меня не устраивает, мне достаточно на ночь нанести на все лицо данную сыворотку. После этой сыворотки я не наношу на кожу никаких других продуктов и с утра я просыпаюсь улыбкой, потому что моя кожа меня очень-очень радует и состоянием ее я действительно довольна. Второй продукт от марки Медик 8, к которому я вернулась, это вот такой вот бета-гель. Это блемеш-гель, это точечное средство, оно также в объеме 15 мл. Точечное с маленьким-маленьким носиком-дозатором, с очень высокой концентрацией салициловой кислоты, азелоиловой кислоты, ниацинамида. Все это работает на подсушивание ваших прыщиков, на удаление ваших прыщиков. Соответственно, это средство мы не наносим на все лицо, мы его наносим только на отдельные высыпания. Данным средством я уже один раз пользовалась, оно у меня закончилось, мне очень-очень понравился результат. Оно действительно работает, оно действительно очень классно подсушивает все зоны высыпания и, соответственно, уменьшает эти высыпания. Поэтому я с удовольствием вернулась к данному препарату. Из всех аналогичных, конкретно этот от Медик 8, мне понравился больше всего, поэтому обратите, пожалуйста, ваше внимание, очень-очень его вам рекомендую. Еще одна марка, которой я также уже пользовалась и которой я с удовольствием вернулась при возможности, это марка Доктор Себа. Это французская марка, одна из моих любимых марок уходовой косметики. И я повторила для себя сыворотку Serum Repair. Это концентрированная сыворотка гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота здесь действительно в очень-очень высокой концентрации. Это мелкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая проникает в глубокие слои вашей кожи, наполняя ее влагой. И также в данной гиалуроновой кислоте находится также и коллаген, который улучшает упругость вашей кожи. Данная бутылочка объемом 20 мл, в принципе, такая же пипеточка-дозатор, как и у нас была на сыворотке с ретинолом от марки Медик 8, только здесь жидкость у нас уже прозрачная. Наносится совсем понемножку, несколько капель распределяется на все лицо и наполняет вашу кожу влагой, выравнивает ее текстуру, делает кожу такой более упругой, более молодой, стимулирует выработку коллагена и, собственно, восполняет недостающий коллаген вашей кожи. И данная сыворотка из всех сывороток с гиалуроновой кислотой, которыми я пользовалась, является моим фаворитом, является на данный момент пока одним из лучших продуктов. И поэтому по возможности я к ней опять-опять возвращаюсь. До этой сыворотки я использовала сыворотку Hydration B5 от марки SkinCeuticals, она у меня закончилась совершенно недавно, и, к сожалению, бутылочку показать я вам уже не смогу, потому что я ее выбросила к своему великому стыду. Так вот, та сыворотка неплохая, она тоже неплохо работала, но вот эта сыворотка в разы лучше, поэтому если у вас есть возможность приобрести данную сыворотку от марки Dr. Seba, я вам очень-очень рекомендую именно ее, вы останетесь действительно довольны результатом. Еще один продукт от марки Dr. Seba, к которому я с удовольствием вернулась, это пудровый концентрат Pure Vitamin C Powder Cream от марки Dr. Seba, это абсолютно бестселлер марки. Это вот такой вот белый порошочек, вот такие вот пластиковые ампулки, их в упаковке 5 штучек, внутри каждой находится порошок с вот такими вот шкалой-дозатором, и данный порошок вы смешиваете с вашим любым базовым увлажняющим кремом и наносите на лицо. То есть смешиваете непосредственно перед применением, таким образом витамин С, который очень склонен к разрушению при взаимодействии с кислородом, он сохраняется и доставляется до вашей кожи в целости и сохранности. Как я уже рассказывала, я на данный момент использую Active Moist от марки Dermalogica в качестве своего базового увлажняющего крема, и именно в него я добавляю щепотку вот этой пудры. Надо добавлять за одно применение, одну четвертую вот этого деления, то есть данного продукта вам хватит действительно на очень-очень долго, и он будет прекрасно заботиться о вашей коже. Витамин С это, во-первых, замечательный антиоксидант, потом он прекрасно вашу кожу осветляет, он прекрасно борется с первой пигментацией, ваша кожа выглядит более свежей, более молодой, и также на это средство очень-очень классно ложится загар. Ваше лицо будет потрясающего, однородного, очень такого вот естественно загорелого цвета. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Продукт люблю, продуктом пользуюсь уже во второй, если не в третий раз, и, честно говоря, с удовольствием буду к нему возвращаться. Несмотря на то, что пользуюсь им уже около месяца, вот это пока что первая колбочка, которая израсходована, и израсходованы всего два деления. Поэтому действительно продукт очень экономичный, у меня еще таких вот волшебных четыре колбочки есть, чему я несказанно рада. Следующий продукт от марки Доктор Сева, который у меня появился, и с которым я познакомилась недавно раньше, я его не пробовала, я его, собственно, впервые попробовала. Это вот такой вот крем для глаз, он называется Supreme Eye Serum. Вот такой вот, из вот этой красненькой линейки, Supreme, это анти-эйдж линейка, достаточно сильная, направленная на такое активное улучшение состояния вашей кожи. Это, как я уже сказала, крем для глаз, он в объеме 15 мл, несмотря на то, что упаковочка достаточно большая. Здесь такой вот есть носик-дозатор, есть ролик-массажер, то есть вы нажимаете вот сюда вот, небольшое количество крема подается в носик-дозатор, и вы с помощью массажера, собственно, переносите данный крем на зону ваших век, и дальше массируете его до полного впитывания. Я, честно говоря, предпочитаю с помощью носика-дозатора просто перенести крем, а дальше массировать его все-таки вот притамповывающими движениями моих пальчиков мне так удобнее и легче, хотя, если вы данный крем еще будете хранить в холодильнике, то вот этот вот металлический шарик, который будет в холодильнике охлаждаться, еще и будет очень классно проводить такой противотечный дренажный массаж при нанесении. Как я уже сказала, это достаточно сильный крем. Крем очень недешевый, мне посчастливилось его приобрести по очень выгодной акции, которая проходила в магазинах L'Etoile в Москве. В данном креме содержится гиалуроновая кислота, содержатся активные экстракты растений, и все вместе это направлено на то, чтобы очень активно убирать первые морщинки, которые появились вокруг ваших глазок, активно препятствовать возникновению этих же первых морщинок. Также крем направлен на то, чтобы убрать отечность под вашими глазками и бороться с темными кругами. Ну, честно говоря, бороться с темными кругами эффективно пока что невозможно, собственно, не придумали такое волшебное средство, которое просто может раз так истерить темные круги под вашими глазками, кроме консилера и корректора, но это не значит, что не стоит ухаживать за кожей глаз. Кожа под глазами очень явно показывает наш возраст, и вот если у вас вот здесь вот уже начинают появляться гусиные лапки, когда вы улыбаетесь, первые такие заломочки, то это уже должно заставить вас задуматься, и я рекомендую вам не экономить и подобрать достаточно качественный крем по уходу за зону глаз. Это не обязательно должен быть конкретно вот этот от доктора Себа, это вот я такой маньяк-маньяк, а просто средней стоимости, качественный крем, интенсивно увлажняющий для ухода за зоной вокруг глазок, он, конечно, никому не повредит.